Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 августа, и сейчас я быстро-быстро расскажу вам о перцах. Это вот видео только для моих заказчиков. Очень многие спрашивают, будет ли нынче перец, почему нет в каталоге перца. Я сейчас скажу. Перца больше не будет в каталоге. Я скажу сейчас почему, и вы не ждите, не выбирайте по старым каталогам. Нынче перца не будет по нескольким причинам. Вот когда я начинала рассылку семян, у меня перца не было в каталоге, были одни томаты. Перец я просто описывала всем, рассказывала, какие хорошие сорта, какие нет, какие мне нравятся, не нравятся. Ну для общего кругозора, чтобы человек посмотрел, а потом пошел в магазин и купил. И я поддалась на уговоры, когда мне стали просить, что вот мы бы тоже хотели такие сорта, вы не можете в каталог включить перец. Я включила, но сейчас назад выключила. Я включила, но с перцем у меня начались проблемы. Смотрите, во-первых, я живу в сибирском регионе, и у меня сейчас вот перец поспел только тот, который я сеяла в январе. Именно там, ну небольшую партию. Это вот Бигмама, Рамира. А вот такие большие, вот такие тяжеловесные, такие толстостенные перцы, у нас некоторые, вызревают только в сентябре. И поэтому вот эти два года, которые я с перцами связалась, каждый год мы сидели и ждали, когда же созреет наш перец. Уже готовы были томаты, уже все семена готовы, некоторые заказы готовые лежали. И вот из-за перца, из-за того, что мы ждали все созревания перца, отправка томатов очень-очень отодвигалась ближе к зиме. Это очень неудобно. Потом люди начинают волноваться, если первые заказы начнут отправлять в ноябре, когда последние получат. И еще одна причина, почему я перец исключила. В отличие от томатов, он может переопылиться. И несколько случаев произошло, что написали люди, перец сладкий, приобрел горький такой оттенок. Я у себя попробовала, да, он у нас где-то у меня, не знаю, может быть в фазе рассады, потому что когда цветет, могут насекомые переопылить, он переопылился. И вот именно из-за того, это основная причина, из-за того, что я не могу обеспечить должное качество семян перца, потому что я не могу угадать. Вот он, я же не буду каждой пробовать. Бывает на одном кустике один перец сладкий, а другой переопылился, и перчина горькая. Так как я не могу качество обеспечить, значит я рассылать за деньги этот перец не могу. Все спрашивают, что может быть прошлогодние остатки. Остатки прошлогоднего перца я буду вкладывать, просто бесплатно, в качестве подарка. Ну, кому хватит, тому и буду вкладывать. И еще про перцы, вот эти колокольчик, оранжевый гном. В прошлом году я их показала, все восхищались ими, и все захотели этот колокольчик. Но так как он у нас, как, гость с южных стран, он вызревает очень поздно. Я его еще заносила домой, еще дома дозаривала. Он покраснел там, как сказать, рано, но он не зрелые семена. И вот мы сидели всей толпой и ждали, когда же у нас созреет колокольчик. Потому что всем захотелось перец колокольчик. Из-за этого томатные заказы все вот так вот кучей лежали и ждали колокольчика. Это неудобно, это очень проблематично. Это все еще больше усложняет вот этот процесс рассылки. Поэтому в этом году не будет никаких колокольчиков, ни оранжевых гномиков. Хотя они у меня сейчас растут, но они вызревают очень поздно. Только к концу ноября колокольчик вызревает. Если я соберу какой колокольчик, на будущий год кому нужно будет, я просто так подарю по пачке. Но на продажу не будет ничего выставляться. И не будет больше горьких перцев, потому что именно из-за них переопыляются сладкие перцы. Вот этот ромира, он тоже, я его посеяла в мае, ой, в январе. У меня вот сейчас поспели только те, которые в январе я села. Он тоже вот вроде поспел, но ему еще лежать-долежать. Для того, чтобы семена дозарились. Перцы с семенами перца намного сложнее. Я потом вас самих научу, как собирать свои семена перца. Тут их надо делать калибровку. Я всегда в воду калибрую, чтобы тяжелые полновесные упали, а легкие всплыли. И потом только... Ну, короче, он немножко с перцем посложнее, чем с томатами. Его долго надо ждать, пока они дозреют семена. Они должны именно созреть, долго-долго-долго лежать. Семен перца не будет. Но я вас научу, как собирать свои семена перца, и все будет прекрасно. Теперь про эти опять номера, про заказы. Кто высылал 1 августа, уже сейчас пишут, почему нет номеров. Я вот в предыдущем ролике говорила, вы прекрасно понимаете, что сейчас у меня заготовка семян. И это каждый год так. Совпадает в одно и то же время и прием заказов, и заготовка семян. Вот у меня сейчас семена сбраживают. Если они у меня сегодня уже перебродили, мне надо их промывать. Ясно, что я в первую очередь начну промывать семена и сушить, а не принимать заказы и не рассылать эти номера. Все это я сделаю чуть позже. Не расстраивайтесь. Еще раз всем объясняю. Если вы оплатили, если у вас есть чек об оплате, подтверждение оплаты, если перепишите куда-нибудь данные оплаты, ни один платеж за все предыдущие годы не потерялся. Все у нас, эта система платежная работает четко, никуда ничего не денется. Если вы оплатили, вы автоматически уже стоите в очереди. А когда получите вы номер, это уже не имеет значения. У вас уже где-то там автоматически присвоен номер. Все они вот так вот платежи по очереди, и все вы вот так, значит, по очереди. Но сейчас любой разумный человек поймет, что в первую очередь нужно заготовить семена качественные, здоровые, а потом уже рассылать номера, сидеть за компьютером. Ну, вы понимаете, как рассылать номера, это тоже не дело пяти минут. Я вот один день посвятила только прочтению писем, вот ответов, рассылки семена. За весь целый день только 350 писем открыла и ответила. А их в Одноклассниках 600 и 800 на электронной почте. Это же не только вот выслать номер там. Вышлите каталог, где можно узнать вот это. Минуту подождать надо, сейчас машина проедет. И вот из этих 800 писем может быть 300 всего, те, которые сообщают об оплате. Но для того, чтобы мне отсеять эти 300, мне нужно открыть и прочитать все 800. Вы понимаете, что физически невозможно одному человеку сделать это не за один день, не за два. Наберитесь, пожалуйста, терпения, все будет нормально. Вы все получите семена, все получите свои номера. Только не пишите мне, пожалуйста, уже везде в обсуждениях начинаются вот эти. Я отправила такого-то, дата такая-то. Почему нет номера? Ну, потому что нет времени, вот и нет номера. Все будет в свое время. Пожалуйста, просто выбирайте спокойно, ждите. Все это решится. Не сегодня так завтра, не завтра так через 10 дней. Ничего страшного. Это не имеет уже никакого значения. Если вы оплатили, у вас уже есть очередь, и у вас обязательно будет заказ. Ну все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот о перцах, о том, что они не так просты, что они капризны, что семян их больше не будет. И не волнуйтесь, всем вам номера придут, но чуть позже. Я сейчас только режу, потрошу томаты, режу, потрошу. Семена давлю, заквашиваю, все это оно сбраживает. Мою, сушу. Очень много работы. Чуть позже. Все, до свидания.